Неудобно? А надо, 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 надо. Вот у левши что, если он с правшой работает, да? Если левша с левшой, то там обычно как правша с правшой, да? Не суети. А я, например, правша, а ты левша, да? Слушайте, вот в основном пытается что, зайти туда, за переднюю руку, да, с левшой работает. Ну и конечно же, для этого что? Готовят, выключают руку и готовят правой прямой, да? Это правша пытается. То есть пытается сюда дернуть, сюда дернуть, пробить. Но у левши есть еще одно преимущество такое. У него тоже задняя рука далеко, и у него появляется... Левши у вас все равно такие, они игровики в большей степени. Нет, они не то, что неударные, но панчеровки. Вот ты мне сейчас сделал, мы с тобой работали, вот эти, да? Оп, наклоны, наклоны, да? Ну ты мне сейчас только в левше сделай вот такое движение, такой. Качни плечами. Да, качнул плечами, да. И отсюда вот ударь левый сбоку, по печени. Да-да-да, прям вот, смотри, прибери. Прям ударь левый сбоку по печени. Давай, я ударю справа, качни, нет, левый сбоку. Прям вот, прям вот ты сбоку бьешь, вот ты наклонился плечами, а вот на локт. И обратно у тебя все, пошло плечик, хорошо. Вот такой левый сбоку, по печени прям ударь. Да, ну-ка смотри, ты опять. Ты раз, все хорошо, но ты рукой поторопился. Ты же здесь находишься. Обратно возвращайся и бей. Плюс тебе это плечо здесь закрывать будет. Рано. Еще раз. Вот ты наклонился, да? Обратно наклоняйся, и ударь. Понятно? Придержи руку немножко. Тебе надо выйти во фронтальное положение. Если ты отсюда будешь бить, тебя туда потянется, видишь? Ты наклонился руками и обратно качни. Просто не по голове ударишь, потому что если человек промазал, он вперед руку на голову тянет, да? А ты бьешь бить по печенью. Ну, доставай. Качни обратно, Мишань. Во! Во! И отпусти бедро. То есть у тебя такое, дверей такое. Оп! Качни, качни и вращайся. Вращайся. Стань повыше. На меня. Подними голову, подними голову. Сами повыше. Вот он. Вот переднюю руку. Держи меня на переднюю руку. Та-а-а. Где? Где обратно? Прям наклонись. То есть вот тут момент. Подними руки. Упалка. Мишань, колени расслабь. На прямых ногах ты ничего не сделаешь. Понял? И обратно качаешь и вращай бедро. Вот я пытаюсь тебя зайти, да? Типа зашел, такой и справа бьешь. Ну, разворачивай бедро. Давай-давай-давай. Подними глазки к меня. Во! Во! Слышишь, я тебя пытаюсь крутить туда. Готовлю справа такой удар. Во! Вращение где? Не торопись рукой. Поймай локоть левый. Поймай такой. Оп! Локоть левый вот сюда. Поймай. Да. Колени, Миша, расслабь. Глазки, глазки меня. Ну, вращайся, сильнее вращайся. Ты достать должен. Моя печень далеко. Твоя близко, а моя-то дальше. Ты должен достать. Вращение. Давай еще раз. Наклон. Подбери ногу чуть заднюю. Далеко. Очень широко на ногах стоишь. Вот у левши интересно, чтобы вот она амплитуда. Если ты ногу сюда поставил, тебе уже как бы не очень некорректно. Вот если передняя нога, то появляется здесь амплитуда. Давай. Вращение. Вот и да. Оп! Наклон. И дай вращение бедра. Дай вращение. Крути всю спину. Во-во-во-во. Только голову держи прямо, да? Прямо туда так. Завалил прям туда немножко. Побыстрее. Ну, где-то оставь. Смой руку вот здесь. Вот моя печень. Вот прям вот этот переворот. Давай обратно. Во! Ну, сейчас удобно было? Ну, сейчас пофиг было, по голове ты бьешь, либо в печень. Ну, в основном, понимаешь, что делать? Вот смотри, становись левшу, я правшую становись, я левша. Входи сюда. Видишь? Вот доноси мне правый прямой, ты мне передней рукой. Заходишь сюда, заходишь, вот, заходишь. И правый прямой. Раз ты промазал, куда ты будешь шелку забирать? А я тебя бью вот здесь, понимаешь? А ты забираешь шелку, а надо было бедро. Ну-ка, давай еще раз. Как вариант. Понимаешь? Давай еще раз. Ты глазки убрал, ты перестал видеть. Все равно куда бить. Видишь, твоя рука еще не стала в положении жесткой защиты. Очень важно было бы, чтобы ты когда ударил здесь справа, не руку забирал. Понял? Ты бедро отдал, бедро обратно. Попробуй. Тогда мне сложнее будет попасть. Во! Видал, как далеко у тебя бедро? Да, печень ушла. Молодец. Как вариант. Ну здесь, конечно, тут обратно еще раз качнуть можно. Тот же для левши такой. Дам! Дам! Доходчив. Ну и как и правша, так же может. То есть основной момент. Видишь, вот здесь вот качал. Ну-ка, а теперь в правшу встань качи. Так мы с тобой работали. Качай. Да, убей справа. О! Все! Дергут. Нормально. То есть у левша вот он на передней ноге сидит, на задней ноге сидит немножко. Отклон такой, небольшой отклон. Рука как бы даже не всем корпусом. Остается рука, у него передняя, правая рука прошла мимо. И такой перешел. Ну не по голове, а даже не вставая даже с подседом с небольшим. Не выпрямляясь там. Так-так-так. Да, прям. Ну и здесь там дальше можно пойти там. Еще масса вариантов миллион. В общем, зачастую сейчас, когда смотришь, не включается бедро, например, справа, да. Спортсмен правша бьет правый прямой без бедра. Да, где-то может за собой повернулось, но рука забирается, а тушка остается здесь и голова остается здесь. То есть он пробил, сам по факту остается на месте. Рука забирается. Что является, скажем так, он остался на месте. То есть на месте удара. Чем дал возможность достать себя противнику. А вот последний раз Мишка, что сделал. При ударе справа бедро дал обратно. И уже голова не осталась, а голова уходит вместе с бедром назад и на ударе закрывает, скажем так, ваш подбородок и убирает печень подальше. Удар на движение от бедра и бедром забирая. То есть вы выкинули руку, не руку забираете обратно, а остались, а бедро забирают. И у левши тоже самое. Ходил, ходил туда, да, лоб оттянулся опять и уже сбоку дал. Но если здесь рукой, то вот это движение будет. То есть голова остается на средней дистанции. Это вот к вопросу о том, что зачем пятку, зачем бедро крутить. Да, ударил рукой, рука вернулась, голова осталась, открылась. Дал бедро корпус. Это и масса удара, и защитное действие, когда вы забираете пятку, бедро корпусом. И в левше то же самое. Я не руку забрал, я забираю пятку, бедро, корпус. То есть убираю голову, а рука идет за моим корпусом. То есть закрывает на обратной дороге мою голову. То есть такой, как вариант. Пользуемся.